Добрый день! Я учитель математики Астраханского технического лицея. Сегодня мы начинаем цикл уроков по подготовке к ЕГЭ по математике профильного уровня. И первый урок – это знакомство с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по математике профильный уровень. Мы разберем с вами несколько заданий из контрольно-измерительного материала. Посмотрим разные способы решения. Но сначала из чего же состоит экзамен по математике профильного уровня. Итак, посмотрим на структуру экзаменационной работы. Работа состоит из двух частей и содержит 19 заданий, позволяющих участникам экзамена продемонстрировать уровень освоения требований стандарта и готовность продолжения образования в высших учебных заведениях на специальностях с различными уровнями требований по математике. Часть первая содержит 8 заданий с кратким числовым ответом, проверяющих наличие практических математических знаний и умений базового уровня. Часть вторая содержит 11 заданий по материалу курса математики средней школы, проверяющих уровень профильной математической подготовки. Четыре задания – это 9-12 с кратким ответом и семь заданий – 13-19 с развернутыми ответом. Задания делятся на три тематических модуля – алгебра и начало математического анализа, геометрия и практикоориентированные задания. Итак, какого же уровня задания в экзаменационной работе? Пожалуйста, следующий слайд. Распределение заданий по уровню сложности – базовый, повышенный и высокий. Базовый заданий 1-8, повышенный заданий 9-17 и высокий уровень заданий 18 и 19. Но с чего же начинается работа с КИМом? Следующий, пожалуйста, слайд. То есть на экзамене вы получаете контрольно-измерительный материал, кратко КИМ, с инструкцией по выполнению. И, как мы видим здесь, есть даже справочные материалы. То есть присутствуют тригонометрические формулы. Это основное тригонометрическое тоже действие. Синус квадрате альфа плюс косинус квадрате альфа равно единице. Синус двух альфа дается формула, косинус двух альфа, а также две формулы сложения. Синус суммы и косинус суммы. Вот такой контрольно-измерительный материал, начало его у вас будет на экзамене. Следующий, пожалуйста, слайд. Теперь познакомимся, кратко пройдем по каждому заданию. Примерные задания первой части. Первое задание достаточно простое. Это задание, которое проверяет уровень освоения математики пятого-шестого класса. Обычно это бывает задача. Может быть задача на проценты или задача на арифметические действия. Задание второе. Задание на нахождение определенных данных с использованием либо таблицы, либо графика. Следующий слайд. Третье известное задание. Это задание по геометрии, точнее по планиметрии на клетчатой бумаге. Здесь может быть нахождение площади треугольника, нахождение длины стороны или еще каких-то линейных элементов. Задание номер четыре. Задание по теории вероятностей. Как мы видим, здесь тоже очень простое задание на применение определения вероятности. Классическое определение вероятности. Следующий слайд. Задание номер пять. Простейшее уравнение. Какого вида, опять же, может быть здесь абсолютно разного. Может быть, в данном случае это показательное уравнение. Но может быть как тригонометрическое, простейшее уравнение. Может быть логарифмическое, иррациональное. Может быть просто уравнение, например, квадратное. Опять задание номер шесть. базового уровня сложности. Задание по планиметрии. В данной задаче дан четырехугольник, в который вписана окружность, и найти четвертую сторону четырехугольника. То есть, используя основные сведения из планиметрии, эта задача также легко решается. Задание номер 7. На применение в данном случае геометрического смысла производной. Это задание по алгебре и началам анализа. Это задание классическое, очень часто используется в ЕГЭ, но, как правило, учащиеся допускают очень много ошибок именно при решении этого задания. Мы чуть позже более подробно на нем остановимся. Задание номер 8. Это, опять же, задание базового уровня, но уже по стереометрии. Это первое задание по стереометрии. Итак, перейдем к заданиям второй части. Задание номер 9. Это задание на нахождение значения, в данном случае выражения с логарифмами. Но также может быть здесь нахождение значения тригонометрического выражения, действия со степенями и действия с корнями. По практике известно, что если в этом задании встречается тригонометрия, то всегда вызывает наибольшие трудности. Задание номер 10. Это задание на применение математики для решения задачи на практическое применение. В этой задаче обычно бывает решение задач с физическим смыслом. Следующее задание. Задание номер 11. Тоже достаточно стандартная классическая задача. В данном случае, опять же, на движении. Но не только задачи здесь встречаются на движении, но и задачи с другим содержанием. Например, задачи на проценты, задачи на смеси, задачи на растворы. Прогрессия здесь может встретиться. То есть готовиться нужно к задачам различного типа. Ну и последнее задание, 12-е из части с кратким ответом. Это задача, опять же, на применение производной. В основном, вот в данном случае, найдите точку минимума функции. В основном здесь задачи либо на нахождении точек экстремума функции, либо задачи на нахождение наибольшего или наименьшего значения функции на отрезке. Также, наряду с заданием 7, задание 12 всегда вызывают большие трудности. Мы обязательно также на них остановимся. Переходим к заданиям с развернутым ответом. Раньше на ЕГЭ именно задания с развернутым ответом назывались задания второй части. Сейчас немножечко по-другому. Итак, задание этой части проверяет умение выполнять вычисления и преобразования, решать уравнение неравенства, выполнять действия с функциями, выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать математические модели, находить пути решения, комбинируя изученные методы и применяя их в измененной или в новой ситуации. Итак, первое задание из этой группы – это задание 13. Задание на решение уравнения. И опять же, какое будет уравнение, например, в этом году, мы также не можем угадать, но чаще всего это тригонометрическое уравнение. Задание состоит из двух частей. Пункт А – решить уравнение. Пункт В – указать корни этого уравнения, принадлежащие отрезку от 3π на 2 до 3π. Сейчас мы на этом задании остановимся. Итак, разберем решение этого задания. 2 косинус квадрате х. Итак, задание номер 13. 2 косинус квадрате х плюс 2 корня из 2 косинус х на 2 минус х плюс 1 равно 0. Прежде всего, здесь нужно знать формулу приведения. Так, косинус π на 2 минус х – это так называемая формула приведения. Как применяется формула приведения? Находим на окружности точку π на 2. Далее, π на 2 минус х – это считается угол первой четверти. Косинус первой четверти – величина положительная. Можно вот так отмечать, можно это делать устно. И третий вопрос, на который мы должны ответить – поменяется ли функция или нет. Так как стоит π на 2, то есть дробное значение π, то функция поменяется косинус на синус. Таким образом, мы получаем уравнение. 2 косинус в квадрате х, знак у нас не меняется, плюс 2 корня из 2 синус х плюс 1 равно 0. Так, как решается это достаточно стандартное уравнение? Единственное, здесь может быть такой усложняющий элемент – это то, что коэффициент перед синусом х с корнем, то есть 2 корня из 2. По основному тригонометрическому тождеству мы заменяем косинус в квадрате х как 1 минус синус в квадрате х. Далее переписываем. Раскрываем скобки. То есть мы сводим данное уравнение к алгебраическому относительно замены синус х. После этого записываем 2 синус в квадрате х минус 2 корня из 2 синус х и 2 плюс 1, 3, с учетом смены знака, минус 3 равно 0. Делаем замену. Пусть синус х равно t, где модуль t меньше или равен единице, но очень часто, особенно для тех, кто у нас не очень любит модули, можно записать, то есть t принадлежит отрезку от минус 1 до 1. Вот такие ограничения. Получаем уравнение. 2t в квадрате минус 2 корня из 2t. Минус 3 равно 0. Решаем. Обычное квадратное уравнение. Здесь, кстати, тоже очень часто бывает много ошибок. То есть получаем 8 плюс 24 – это 32. Корень из дискриминанта – это 4 корня из 2. Находим значение t1. 2 корня из 2 минус 4 корня из 2 и разделить на удвоенный первый коэффициент, то есть на 4. И получаем знакомое нам значение минус корень из 2 делить на 2. t2. Мы получаем 2 корня из 2 плюс 4 корня из 2, деленное на 4. После сокращения 3 корня из 2 делить на 2. И что мы видим? Уже даже 3 вторых – это число больше, чем единицы. И умножая, естественно, на корень из 2 – это число больше единицы. То есть оно не принадлежит отрезку от минус 1 до 1. Но иногда говорят, что это постороннее решение. При обратной замене мы пишем синус х равен минус корень из 2 на 2. И так у нас получается простейшее тригонометрическое уравнение, которое мы решаем по окружности. Можно начертить окружность и посмотреть. Или представить окружность. И получаем минус π на 4 плюс 2πn, где n – целое число. Это одно множество решений, говорят, одна серия корней. Так, и второе множество или вторая серия. Минус 3π на 4 плюс, возьмем другую букву, плюс 2πm. m принадлежит z. Такой вопрос. Обязательно ли здесь писать разные значения n и n? То есть нельзя ли написать n? Можно. На экзамене при проверке вам не снизит 1 балл за то, что вы напишите одинаковые, но, опять же, давайте разберемся. Это отдельные серии корней. Они не зависят друг от друга. А раз они не зависят друг от друга, то лучше писать все-таки разные значения параметра n или m. Итак, мы решили это уравнение. Это был у нас пункт А. Вот за решение пункта А учащиеся получают за правильное решение 1 балл. Это задание 2-бальное. Если предыдущие задания с 1 по 12, они 1-бальные, то 13-е задание – это первое 2-бальное задание. То есть за каждый пункт можно получить по одному баллу. Итак, пункт Б. Задание номер 13. Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку от 3π на 2 до 3π. Вот здесь запишем, отберем корни из отрезка от 3π на 2 до 3π с помощью числовой окружности. Это один из способов отбора корней тригонометрического уравнения на заданном промежутке. Конечно же, можно отбирать разными способами. Но сейчас я покажу именно этот способ. Итак, начертим числовую окружность. Ее называют по-разному. Числовая окружность. Тригонометрическая окружность. Единичная окружность. Много названий. Итак, отмечаем на этой окружности точку, соответствующую числу 3π на 2. Далее. Точку, соответствующую числу 3π. И выделяем указанный промежуток. Как это сделать? Можно заштриховать на самой окружности. Можно как-то выделить. А можно выполнить вот таким образом. То есть внутри провести с помощью стрелочки. И показать, что у нас используется отрезок от 3π на 2 до 3π. Теперь смотрим на нашей серии корней. Минус π на 4 плюс 2πn. Точка, соответствующая минус π на 4, это серединка дуги четвертой четверти. Минус 3π на 4, это серединка дуги третьей четверти. Что мы видим? Мы видим, что у нас значение, которое лежит в третьей четверти, не входит в указанный отрезок. Поэтому оно нас не интересует. И вот теперь самый важный момент, как нам подписать значение этой точки. То есть точка одна, а чисел много. Соответственно, нам нужно найти то значение, которое входит непосредственно в этот указанный отрезок. Если у нас начало здесь 3π на 2, то вот эта точка – это 2π. Тогда очень легко, если мы встаем в точку 2π, идем по окружности, по часовой стрелке, то есть в отрицательном направлении. Значит, я должна из 2π вычесть π на 4. Приведя к общему знаменателю, у нас получается 8π минус π, 7π на 4. И обязательно подписать это значение на окружности. Итак, 7π на 4 принадлежит отрезку от 3π на 2 до 3π. Больше корней из этого отрезка среди корней данного уравнения нет. Мы это хорошо видим. Как можно по-другому найти это значение? Следующий способ – это перебор. Минус π на 4 плюс 2πν, давая значение n, например, равное 0, это будет минус π на 4. Минус π на 4 – это минус 1 четвертая π. Хорошо видно, что минус 1 четвертая π не входит в указанный отрезок. При n равном единице, это будет минус π на 4 плюс 2π, что то же самое, мы получаем единственное значение 7π на 4. Но если мы делаем перебор, то мы должны обязательно показать еще следующее за этим значение. И показать, что больше значений нет. Со второй серии, если без окружности решать, а с помощью, опять же, перебора, или сейчас я покажу еще один способ, с помощью двойного неравенства, то здесь также нужно показывать, что корней не будет. Итак, это первый способ. Первый способ. Второй способ. Второй способ. Значит, нужно взять каждую серию корней минус π на 4 плюс 2πn и поместить вот в этот отрезок. Это означает, больше ли равно 3π на 2, но меньше ли равно 3π. и найти целые значения n, которые удовлетворяют такому двойному неравенству. Каким образом мы это решаем? Можно сначала вообще разделить на π. То есть получаем минус 1 четвертая плюс 2n больше ли равно 3 вторых, но меньше или равно 3. Далее, 2n больше ли равно 3 вторых, плюс 1 четвертая, меньше ли равно 3 плюс 1 четвертая. 2n больше или равно, приводим к общему знаменателю, дополнительный множитель. 2, получаем 2n больше или равно 7 четвертых, но меньше или равно 3 целых 1 четвертая. И поделим на n. n больше или равно 7 восьмых, но меньше или равно 3 целых 1 четвертая. Это 13 четвертых, то есть 13 восьмых. n больше или равно 7 восьмых, но меньше или равно 1 целых 5 восьмых. Так как n – целое число, то n будет равно 1. Единственное – целое число. Подставив в серию корней минус π на 4 плюс 2π, мы получаем 7π на 4. То есть то же самое значение. Но, конечно же, мы должны показать, что, так как это второй способ, минус 3π на 4 серия плюс 2πm также решить это двойное неравенство. И здесь при решении, я не буду сейчас попробовать это сделать сами, при нахождении целых значений мы получим, что таких значений здесь не существует. Так как мы уже решали предыдущим способом, то мы знаем, что из этой серии дополнительных значений мы не получим. Итак, ответ. То есть, как видим, этот способ достаточно надежный. Но если здесь допустить вычислительную ошибку, то дополнительного еще одного балла за пункт b вы не получите. Итак, ответ. Как записывается ответ? В ответе пункт а минус π на 4 плюс 2πn не надо писать здесь х. минус 3π на 4 плюс 2πm m целое число. Это пункт а и пункт b 7π на 4. Еще раз хочу обратить внимание на оценку, вернее, на баллы, которые можно получить за это задание. Итак, за каждый вид верно решенный пункт а и b можно получить по одному баллу. Как я уже сказала, если вот при втором способе вы, несмотря на то, что вы найдете значение n, но допустите при решении вычислительной ошибки, то одного балла вам не поставят. Поэтому здесь нужно все очень правильно сосчитать, не допустить ни одной вычислительной ошибки. И вот в критериях есть такие слова. Получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов пункта а и пункта б. То есть можно, например, при решении пункта а допустить вычислительную ошибку. Что это значит? Вычислительная ошибка. Это ошибка, которая получена при выполнении арифметических действий, то есть сложение, вычитание, умножение и деление. И только в этом случае. То есть ошибка в извлечении квадратного корня не считается вычислительной ошибкой. Ошибка в знаке также не считается вычислительной ошибкой. Только в этом случае, если сделан правильно пункт а, но допущена вычислительная ошибка, с учетом этой ошибки верно сделан пункт б, то есть отбор произведен, но с учетом только одной ошибки. Тогда можно получить за задание 1 балл. Мы с вами сегодня познакомились с контрольно-измерительным материалом ЕГЭ по математике профильного уровня. Посмотрели несколько заданий. У нас был такой обзор. Рассмотрели задание номер 13, но мы на этом не останавливаемся. На следующих уроках мы продолжим работать с заданиями не только второй части, но и заданиями с кратким ответом. До свидания.